Да. Привет. Журналисты, кстати, по идее не должны описываться и какие-то ошибки допускать в написании. Поэтому с вами я-журналист, должно быть. Ну ладно, не в обиду, это я так. Всё, всем привет, с вами я, Frostfire, с нами журналист, я с вами, вы с нами, вы со мной, точнее. А вдруг все люди, это один человек, но просто этого не подозревают, а понятий временные моменты не существует, и каждый отрывок истории существует и сейчас, но мы этого не видим. Слушай, ну давай этот, без всяких квантовых завихрений сейчас, да? У нас тут чума, я не знаю, как это, чё-то как-то, ну не знаю. Ты работаешь на РЕН-ТВ? Да, я корреспондентом работаю на РЕН-ТВ, но работаю на трёх работах, чтобы купить чай в столовке, а меня держат насильные, а под веществами придумываю репортажи. Но это похоже на правду. Теперь понятно, Клод, что ты журналист, мы это уже давно раскусили. Вот я из моих репортажей вырезал из эфира, у Путина есть 15 клонов, на все случаи жизни они хранятся в колбах, а Путин кажется маленьким из-за клонов, которые пьют его жизненную силу. По-моему, я где-то это слышал, кстати, из самых интересных людей. Видишь, какие у меня интересные люди на стриме. А если те крысы являются родственниками рептилоидов? Нет. Наша страна специально притворяется бедной, чтобы Америка думала, что мы слабы, а мы нанесем удар из-под тяжка. Пишу это в подвале, чтобы власти не нашли. Через VPN, да, там всякие. Стримы просто тайный канал повстанцев. Нет, давайте не будем, а то сейчас ко мне приедут. FBI, open up! Ну, только у нас не FBI. Российские ученые давно нашли способ добывать энергию ни из чего, но просят за это деньги и богатит... На этом взяты из секретных архивов. Только просто ворвутся спецназ с Путиным и Петросяном. Почему Петросяном? Страна притворяется бедной. Добыча энергии ни из чего, а что по лалям? Все народы на Земле это славяне, а славяне это рептилоиды с планеты Х, на которой произошла катастрофа, и они прилетели сюда, но вскоре вымерли. И остались только их дети, славяне. Но ты немного не в ту сторону ушел. На самом деле, они не смогли успеть построить экспедицию, чтобы прилететь со своей планеты сюда, и поэтому они отправили... Отправили, так сказать, ну, у них была примерно вот, как сейчас у нас развивается технология клонирования, у них примерно такой же был уровень, вот, и они, короче, вот молекулы, так сказать, клетки, микробы отправили сюда к нам на планету Земля в такой, ну, тип, как капсуле, похожий на метеорит. Вот, и он, короче, ну, она была огромная, ну, то есть, чтобы было больше шансов, ну, там было очень много вот этих молекул и клеток, вот, и поэтому сделали просто огромный такой резервуар, чтобы, ну, типа, больше шансов, что что-то выживет. Вот, потому что они все в спешке делали. И поэтому они отправили, вот, эта хрень приземлилась, конечно же, типа, как аварийная посадка была на Землю. Вот, а схреначало тут все к чертовой матери, почему, кстати, умерли динозавры, вот, и, соответственно, после этого в, так сказать, в первичном бульоне в морях зародилась первая жизнь. Ну, и, соответственно, потом от этого всего произошли всякие разные существа на Земле, в том числе и люди, вот, ну, типа, через много тысяч лет. Ну, как-то так. Вроде оно так было все, если я не ошибаюсь. Поправь меня, если я не прав. С нами был в студии эксперт по истории рептилоидов Фрост. Да, у меня просто в родословной где-то там очень далеко-далеко, этот, Дарвин, Чарльз Дарвин, вот, как бы от него некоторые, так сказать, секретные знания передались. Вот рептилоиды переводили игру. Да. Да, дайте курнуть, я чувствую себя лишней. Не, нормально, просто полет фантазии вроде. Путин, естественно, рептилоиды, жившие до наших времен, которые капсули за уходом клеток рептилоидов, теперь все ясно. Ну, слушай, тут как бы не факт, не уверен. То есть тут, вот этого я не могу знать. Может, хватит про Путина ко мне уже стучаться. Да ко мне сейчас тоже привет, приеду. Он был назад стрим и строили историю о чумере рептилоидов. Наверное. Так как мы все части рептилоидов, а Путин чистый рептилоид, он подает нам мозговый импульс и голосуем за него на выборах. Да, я так и подумала. Ну ладно, слушай. Это интересная, в принципе, версия, так сказать, вполне логично. Клода несет как дикого, дайте ему успокоительного. Да уж. Я адекватный, адекватный. Нормальный! Передача по ТНТ и Дом-2 создали дети Путину. Так как они его дети, то они тоже почти чистые и зомбируют нас. Не, я думаю, это немного другое. Но тут как бы понимать, что тут спорно. Мы же не знаем наверняка. Это только Путин может подтвердить. Ладно, что-то давайте не будем о нем. Господи, нам нужно кого-то другого уже. Мы же выбили пару зубов в дверях. Канал Фрусфайер, мы поведаем вам правду. Он просвещает. Чистая правда, да. Все книги сгорят. Слушайте, я, конечно, не на что я не вмикаю, но горел, Нотр-Дам же, да, у нас. Я ничего не путаю, ведь. И тут, короче, горит что-то очень сильно похожее на Нотр-Дам, и тоже в Париже. Кто-то не любит Нотр-Дам? Кто-то предсказал? Или отсылка? Я не знаю, вряд ли это отсылка. Игрут, наверное, делали гораздо раньше, чем эти события. Будьте осторожны. Ты закончился. Я желаю, что я смогу, но это не возможно. Ай, игра, что-то не... Что это? Что это? Субтитры сделал DimaTorzok